Здравствуйте! Программу ННТ продолжат новости 24 студии Махач Курбанов. В начале выпуска небольшой анонс. Король Саудовской Аравии Салман Бен Абдель Азиз Аль Сауд прибыл с визитом в Россию. Это может послужить толчком для развития отношений нашей страны и Саудовской Аравии. Все мировыходцев из Дагестана в составе сборной России выступят на чемпионате мира по ММА, который пройдет с 6 по 7 октября в Казахстане. Визит короля Салмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда послужил толчком для развития отношений России и Саудовской Аравии. Об этом сегодня заявил президент страны Владимир Путин в ходе межгосударственных переговоров в Кремле. В беседе глав государства обсуждался широкий спектр вопросов российско-саудовского сотрудничества. Перспективы наращивания двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Состоялся обмен мнениями по международной проблематике. По итогам переговоров подписан пакет документов. Сегодня в зале народного собрания полпредпрезидента в Северокавказском федеральном округе Олег Беловенцев представил временно исполняющего обязанности главы Республики Дагестан Владимира Васильева. Присутствовал в зале и Рамазан Абдулатипов. О чем было последнее слово экс-главы Дагестана и будет ли сотрудничать со СМИ временно исполняющей обязанности смотрите в материале Умы Ибрагимовой. Зал полон. Здесь представители народного собрания, местные СМИ и даже известные журналисты федеральных каналов. Предстоит первое обращение нового исполняющего обязанности и последней экс-главы Республики. Представив Владимира Васильева, прилетевший для этой миссии Олег Беловенцев дал слово Рамазан Абдулатипову. Экс-глава, обращаясь к преемнику, отметил, что с момента его прихода почти 4 года назад изменилось многое. Состояние Республики в том числе. Уважаемый Владимир Абдулалиевич, когда я приехал в 2013 году в свой набор Дагестан, при посадке самолета на нас упала община самолета. Потому что перед падением на посадочной полосе было более 10 сантиметров. Сегодня выкрали деревья. Очень комфортный аэропорт. Когда я вышел на Приворзанную площадь, стояли бетонные плыльки и закуток. А дальше грязные в лужах и в мусорах территории. Сегодня вы приезжаете достаточно обустроенной аэропортой. Позитивную динамику в Дагестане на федеральном уровне не отмечает никто и не доносит до сведения президента. Отметил Рамазан Абдулатипов. Экспрессивное выступление экс-главы сопровождали долгие аплодисменты. Владимир Васильев даже встал. Обращаясь к членам Народного собрания, Владимир Васильев сказал, что изменений в кадровом составе возможно не будет, но только если каждый будет добросовестно и своевременно выполнять свою работу. Также в Рио отметил свое преимущество. У меня есть преимущество, что я не являюсь по национальности, ни в коей степени не вхожу ни в какие национальности Дагестана. У меня отец казах, мать русская. Поехала после техникума преподавать, познакомилась и там, что-то трое с нами. В ходе пресс-подхода Владимир Васильев также отметил, что готов сотрудничать с региональными СМИ. Но только после того, как обсудит это со специалистами. Вероятно, он имеет в виду прислужбу предыдущего главы республики. Ума Абрегимова, Гелач Курбан Алиев, телеканал ННТ, Махачкала. Сегодня Всемирный День Учителя, для которых это большой праздник и еще одна возможность обратить внимание на проблемы педагогов. Также это повод для нас выразить им благодарность. В Махачкале основные торжественные мероприятия прошли в Аварском театре. Гамзат Нурмагомедов продолжит. Их труд невозможно переоценить. Они воспитывают в нас человека. Дорогие учителя и мудрые наставники, именно им посвящен сегодняшний праздник. Мероприятия приняли участие как общественные деятели, так и представители республиканской власти. Недавно президент нашей истории Владимир Владимирович Путин сказал, буквально недавно, очень такие замечательные слова, что Дагестан – это красивая республика. И в первую очередь не своей природой, а в первую очередь теми людьми, которые здесь живут. И учитывая, что наши трехмиллионы республик, треть – это молодежь, поэтому те 70 тысяч педагогов, которые выполняют такую важную работу, перед ними на статью Канинского поклонения, сказать вам большое спасибо. 90% у нас учителями являются наши женщины, которые на своих трубких плечах и образование, и воспитание, и уют в доме, и каприфы мужа, братьев и все остальное. Я отценищий вас всех благодарю. Для педагогов звучат песни, маленькие горцы кружатся в зажигательном танце. Юные ученики и ученицы выступают в красочных номерах. Помимо поздравлений, учителя получили почетные государственные грамоты и денежные вознаграждения. Можно сказать, мы энтузиасты своего дела. Просто мы любим школу, детей. Мы думаем, на другой работе мы не сможем работать. Мои ученики сейчас, в данное время, работают во многих школах. Главой администрации Советского района работает, мой ученик один. Один работает в поселке царьки. Накануне праздничные мероприятия прошли во всех муниципальных образовательных учреждениях Дагестана. А завершился торжественный вечер выступлением звезд дагестанской эстрады, подготовленным управлением культуры города Махачкалы. День учителя – прекрасный светлый праздник. Но уделять внимание нашим дорогим преподавателям необходимо каждый день, чтобы наше подрастающее поколение было высокообразованным и благонравным. Гамзат Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Силиканал, ННТ, Махачкала. Заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко заявил, что число пенсионеров к 2025 году вырастет до 40 миллионов. С 2016 по 2025 год доля людей старше трудоспособного возраста существенно вырастет с 24,6 до 27%. Это почти 40 миллионов человек. Об этом он заявил на конференции «Общество для всех возрастов». Вовченко также добавил, что в дальнейшем доля пожилых людей будет только расти. Шведская академия объявила имя лауреата Нобелевской премии по литературе за 2017 год. Награда присуждена английскому писателю японского происхождения Кадзо Исигура. Он известен по романам «Остаток дня», «Не отпускай меня» и «Погребенный великан». Награду присудили за то, что он в своих романах необыкновенной эмоциональной силой раскрыл пропасть под иллюзорным ощущением связи с миром, сказано в сообщении Шведской академии. Торжественная церемония вручения награды пройдет 10 декабря в день смерти Альфреда Нобеля в Стокгольме. Размер премии в 2017 году увеличен до 9 миллионов шведских крон. Это более миллиона долларов. О спорте. Семеро выходцев из Дагестана в составе сборной России выступят на чемпионате мира по ММА, который пройдет с 6 по 7 октября в Казахстане. В состав национальной команды попали триумфаторы чемпионата России в Ростове-на-Дону, где в семи из восьми весовых категориях победили воспитанники дагестанских спортивных школ. Участниками пятого по счету мирового первенства по ММА станут дагестанцы Магомед Дайдбегов, Гаджимурад Заваев, Абдулмуталиб Гаирбегов, Али Абдулхаликов, Шамиль Мусаев, Магомед Шахруддинов, Муслим Магомедов и кемеровчанин Анатолий Малыхин. Чемпионат мира пройдет с участием команд из 30 стран. В прошлом году российская сборная завоевала золотые медали во всех весовых категориях. Накануне в Министерстве по физической культуре и спорту Республики прошло чествование команды Олимпийского резерва по футболу Дагестан. Напомним, что в нынешнем сезоне воспитанники футбольного училища показали высокие результаты в ряде значимых турниров. В сентябре команда впервые в своей истории стала обладателем Кубка Республики, обыграв в решающем матче неоднократного победителя чемпионатов Дагестана Леки из Магаремкенского района со счетом 6-2. Также команда Олимпийского резерва является одним из претендентов на высокие медали в чемпионате Дагестана. Училище создано в 2011 году. При строительстве учреждения учли опыт лучших футбольных интернатов России. Здесь есть и классы для теоретических занятий. В училище планируется готовить юных футболистов для больших клубов. Сегодня команды училища уже на равных конкурируют и даже превосходят те коллективы, которые долгое время доминировали в дагестанском футболе. Думаю, что в ближайшем будущем вы будете ваш класс, ваше мастерство демонстрировать в других клубах, в тех клубах, которые сегодня в нашей регионной Российской Федерации, в целом в России, которые представляют. И в конце курс валюты на завтра. Доллар 57 рублей 58 копеек, евро 67 рублей 77 копеек. На этом у нас все. Оставайтесь на нашем канале. До свидания.